Иностранный бизнес продолжает ставить на паузу свои российские филиалы. Ford Motor Company приостанавливает деятельность совместного предприятия Solar's Ford, которое выпускает семейство Ford Transit. Завод уйдёт в простой 3 марта. При этом руководство оперирует именно термином «простой», то есть сотрудникам будут начислять две трети заработной платы. Руководство Solar's Ford предпримет все установленные законом действия, чтобы обеспечить социальные обязательства перед коллективом в период вынужденного простоя, уверяет пресс-служба предприятия. Между тем, Ford объявлял, что набрал в России огромное количество предзаказов. Крупные перевозчики загрузили конвейер своими заявками как минимум на ближайшие полгода. Из-за этого даже пришлось нанять новых сотрудников. В случае ослабления санкций компания надеется, цитируем, обеспечить в изобновлении работы предприятия в возможно короткие сроки после принятия соответствующего решения со стороны Ford Motor Company. Компания BMW прекратила поставки в Россию автомобилей, а также остановила локальное производство на Калининградском автоторе. Российский офис BMW уточняет, что дальнейшие решения будут приниматься, исходя из развития ситуации. Однако поставки запчастей, гарантийное и сервисное обслуживание автомобилей продолжаются. Отметим, что нарушение логистических цепочек затронуло и европейские площадки. Та же BMW приостановила заводы в Дингольфинге и Мюнхене из-за прекращения работы украинских поставщиков и хаоса на границе. В трудной ситуации Volkswagen. Недопоставка электропроводки из Украины как минимум на несколько дней в марте остановит конвейеры в Дрездене и Цвикау. Последний специализируется на электромобилях марок Volkswagen, Audi и Cupra. Потери в штуках серьёзные, скажем, одних кроссоверов ID.4. Завод в Цвикау делал 1200 в день. В Маладоболеславе встало производство электрокаров Skoda Enyaq. Украинский Еврокар в Закарпатской области, собиравший Skoda для локального рынка, и вовсе начал работать как центр для беженцев. А вот завод компании Nokian Tires во Всеволожске Ленинградской области продолжат работать на полную мощность, что вполне объяснимо. На текущий момент 82% всей продукции финского концерна — это шины российского производства. Поэтому сообщение, будто Всеволожский завод Nokian якобы останавливает деятельность, а компания рассматривает уход из России, абсолютно не соответствует действительности. Субтитры создавал DimaTorzok